Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Автомобильная лихорадка. Что происходит на авторынке региона и стоит ли сейчас покупать машину? Спать приходится под клеенкой. Кто поможет остановить дождь в квартире 85-летней заслуженной работницы культуры? Я в пожарные пошел. Дети с ограниченными возможностями здоровья попробовали себя в роли спасателей. Алтайский край вошел в список регионов с проблемными объектами, где не соблюдаются права дольщиков. Речь идет о нарушении сроков реализации объектов. Таковы результаты мониторинга Генпрокуратуры. Всего в России к началу сентября выявили 159 объектов и 101 застройщика, в отношении которых есть риск нарушения обязательств перед дольщиками с последующим включением адресов в единый реестр проблемных объектов. В Алтайском крае по результатам мониторинга возбуждение уголовных дел не последует. А, например, на Кубани напротив. Там строительство одного из объектов началось еще в 2017 году и дом до сих пор не сдан. Еще один показательный случай произошел в Уфе. По итогу расследования, обвиняемые на протяжении 7 лет собирали деньги у жителей для долевого строительства. Дом завершить объект не планировали. Общий ущерб составил почти 600 миллионов рублей. В стране выросло число преступлений, когда мошенники получают доступ к личным кабинетам россиян на сайте госуслуг. Используют персональные данные людей и оформляют на них многомиллионные кредиты или микрозаймы. По такой схеме житель Челябинской области обманул 16 человек из Алтайского края и других регионов России. Подробности у Дмитрия Дроздова. Новая схема от мошенников рассчитана на жителей, которые перестают пользоваться номером телефона, с которым регистрировались на госуслугах и забывают поменять его на новый. Через какое-то время операторы передают номер другому человеку. Это и используют зловомышленники. Заходят на госуслуги другого человека и получают доступ ко всем личным данным хозяина страницы. Это произошло и с жительницей города Барнаула Верой. У меня была мобильная сим-карта, на которой были зарегистрированы госуслуги и привязаны все банки. И поэтому мошенник смог взять кредит на предыдущую сим-карту. Ну, естественно, в шоке, что это, ну, как так вообще возможно. Банк утвердил мне, что была электронная подпись. А так таковой электронной подписи нет. Это приходят четыре цифры на номер телефона. Естественно, четыре цифры пришли на старый номер телефона. Поэтому они подписали договор без моего ведома. Надо относиться, естественно, серьезнее, что сим-карты, если вы блокируете, либо меняете, что надо отвязывать все банки. Поэтому еще 15 подобным фактам следователи возбудили уголовное дело по статье 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Полицейские Алтайского края установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 19-летний парень, проживающий в Челябинской области. Сейчас он задержан, раскаялся и активно сотрудничает со следствием, а также выплатил некоторым потерпевшим ущерб. За указанный новый период я совершил 16 взломов учетных записей госслуг. Я оформил 6 кредитов и микрозаймов на жителей Алтайского края. Этот регион я выбрал случайно. Сейчас обращаюсь к жителям Российской Федерации. В случае, если поменяли абонентский номер, то старый номер отвязывали от учетных записей госслуг и не велись на уловки мошенников. Они называли коды из СМС. С целью предотвращения фактов неправомерного доступа к охраняемым законам компьютерной информации, а также персональных данных потерпевших, необходимо осуществлять компьютерную гигиену в информационной сети интернет. В первую очередь речь идет о абонентских номерах, которые мы использовали ранее, впоследствии утратили к ним доступ. Если сим-карты перестали пользоваться, необходимо осуществить процедуру смены абонентского номера в личных кабинетах. Сотрудники полиции напоминают, не сообщайте никому ваши пароли от госуслуги и коды доступа из СМС. А если случайно назвали данные мошенникам, постарайтесь войти в личный кабинет и сменить пароль. Это поможет не стать жертвой мошенников. Дмитрий Дроздов, День с толком. Авторы на Калтайского края лихорадят. Если в прошлом году люди были готовы переплатить за машину несколько сотен тысяч рублей, то сейчас продаж и вовсе нет, как и покупателей. С чем это связано и как правильно рассчитать покупку автомобиля, чтобы потом не питаться лапшой быстрого приготовления, расскажет Данил Кузнецов. На Алтае свыше миллиона зарегистрированных транспортных средств. Притом за последние 10 лет число машин выросло на 180 тысяч. Несмотря на трудные времена с пандемией и специальной военной операцией, люди продолжают приобретать автомобили. Притом, согласно статистике прошлого года, затраты россиян на покупку новых экземпляров увеличились на 70 процентов. БУ моделей на 45. Самый большой, так скажем, момент в ценах, это был, наверное, год 23 в прошлом году, когда там прям люди покупали, переплачивали от средней цены, там готовы были переплатить 200-300 тысяч за вторичную бушную машину. То на сегодняшний год сейчас такого нету. Люди возьмут подешевле, но состояние похуже. На сегодняшний момент рынок в Алтайском крае, по словам экспертов, просто застопорился. Вторичный рынок автомобильный, он стоит. То есть продаж особо нету. Если раньше, допустим, было 5 автомобилей и было 10 покупателей, как бы на это 5 автомобилей, то сейчас 5 автомобилей, только один покупатель. И он будет ездить, выбирать лучшее, 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 где выгоднее по цене, ну и, соответственно, по состоянию. Желающих продавать поддержанные экземпляры тоже поубавилось, утверждают специалисты. Самый популярный вопрос – а что сейчас взять за эти вырученные деньги? К тому же люди боятся продешевить из-за неопределенности рынка. Смуту внесли новые правила по увеличению утиль сбора, которые начали действовать в октябре. Эксперты тогда предполагали, что цены на новые автомобили вырастут на несколько сотен тысяч рублей. Вслед должен был подтянуться и рынок поддержанных машин. Ну, пока ничего не чувствуется на рынке. Пока нет никаких моментов поднятия цен. Просто был, так скажем, такой ажиотаж, что все ждали. То есть, вот я, по крайней мере, на Западе знаю, с людьми разговаривал, по автомобилям звонил. Но мы, наверное, не будем продавать. То есть, у меня несколько раз была такая машина висит на сайте продаж. Человек говорит, я ее сниму с продажи, я подожду 1 октября, что будет 1 октября. Вот, пожалуйста, сейчас конец октября, никаких моментов, ничего нет. Ну, и, соответственно, продаж на вторичном рынке тоже нет. Тем не менее, экономисты уверяют, что автомобиль нужно брать сейчас. Дешевле они не станут. Главное – убрать эмоции и соблюдать финансовую грамотность, чтобы потом не питаться только лапшой быстрого приготовления. Интересные есть кредитные предложения, особенно если мы берем там новые, новые автомобили, да, там и 4, и 6% сейчас предлагает рынок. Да классно, здорово. Вы сядьте, посчитайте. Если вы финансово тянете, да возьмите даже в кредит. В первую очередь нужно определиться с бюджетом. Некоторые эксперты утверждают, что в нашей стране машина должна стоить не больше годового дохода. Согласно статистике, на приобретение дешевого отечественного автомобиля в России уйдет в среднем более 15 зарплат. По миру это 11 место. У экспертов финансового мира есть еще другой показатель. Автомобиль должен стоить не дороже 10% твоего капитала. Притом считать нужно не только стоимость автомобиля, но и все сопутствующее – страховку, постановку на учет, расходники в виде резины и топлива. В случае с поддержанным автомобилем зачастую 10% стоимости машины нужно вложить в первоначальное обслуживание. Так что, если хотите купить неплохой бюджетный БУ-вариант, к примеру, в Алтайском крае, готовьте выложить не менее полумиллиона. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Систему раздельного сбора мусора планируют внедрить в Рубцовске к июлю 2025 года. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Фельдман. Он пишет в частности, что к середине следующего года для раздельного сбора мусора планируют построить 50 контейнерных площадок в частном секторе Рубцовска. Это, по мнению главы города, позволит сократить объемы отходов для захоронения на полигонах и будет способствовать развитию вторичной переработки. Уже готов визуальный проект будущих площадок, сейчас власти определяют места их размещения. Известно, что каждая из площадок будет включать в себя три секции. Одна предназначена для смешанных отходов, вторая для крупногабаритных, а третья для перерабатываемого мусора. Это стеклянные тары, некоторые виды пластика, макулатура и бытовой металлолом. Добавим к строительству контейнерных площадок, власти планируют приступить уже в этом году после определения подрядчика. 85-летняя Майя Серебрякова, в прошлом помощник режиссера, заслуженный работник культуры России, человек, отдавший профессии 61 год своей жизни, 40 из которых провела за кулисами музыкального театра, вынуждена спать под клеенкой в собственной квартире. Дождь на улице равен для Майи Афанасьевны дождю с потолка. Как и почему женщина оказалась в таком положении и кто может помочь ей в сложной ситуации, которая длится годами, выясняли наши корреспонденты. Вчера делали крышу, акты подписаны о том, что в очередной раз делали крышу. Вот, пожалуйста, все кругом мокро. Эту видеосъемку соседи, 85-летней Майи Серебряковой, делали 25 октября, сегодня 29-е. Ситуация в квартире заслуженного работника культуры России не поменялась. С лампочки капает вода, на полу тазик, на каждом шагу насквозь пропитанные тряпки. Здесь вот уже до половины, видите как, я сегодня вот так спала ножки сюда, а оно, видите, и капает до сих пор. Вот уже закончился дождь и будет капать долго и упорно. В сердце женщины годами отданная театру из-за таких условий проживания не выдержала. Я пинфаркт первый получила из-за этого и резали. Дальше второго я не хочу. Капитального ремонта жители дома на Никитина, 28, ждут давно. Крыша в квартирах и подъезде течет с 2017 года. Постоянно жалуются в УК, пишут в фонд капитального ремонта, повысили сумму сбора на капремонт. В сентябре они нам ее как бы утвердили, но года там не стоит. Неизвестно в каком году. ФКР-22 публикует свои, так сказать, эти планы, краткосрочные, а нас пока там нет. Управляющая компания латочный ремонт крыши проводит, утверждают жильцы. И отчитываются, что протечки устранены. Но ситуация, особенно в квартире Майи Серебряковой, не меняется. Вот так вот отжимаю каждый, иногда, когда дождь идет, даже минуту. Приходишь к ней, а она под клееночкой лежит. Я думаю, боже мой, ну хоть возьми ее к себе на диван положи. Она у нас ветеран труда. Она вышла на пенсию только, по-моему, год или два назад из театра. Она заслуженный работник культуры. Да, культуры всю жизнь проработала, что она сейчас имеет на пенсии. И никак не можем ей помочь. Я не знаю, прокуроры иногда бывают, вступаются. То есть она не пойдет по судам, у нее сердце. Она как бы вот разволнуется и все. И мы с ней таблеточки пьем и давление меряем. А, ну я не знаю, у меня есть же кто-то. Судиться с управляющей компанией соседи Майи Серебряковой не хотят. Говорят, она утонула в долгах и не может рассчитаться даже с ресурсоснабжающими организациями. Если человек преклонного возраста, с плохим состоянием здоровья, возможно, с инвалидностью, имеет смысл в этой ситуации обратиться с соответствующим заявлением в адрес прокурора района, например. И он вполне возможно в соответствии с законом о прокуратуре выступит процессуальным истцом. По такому делу материальным истцом будет как раз гражданин, права которого защищаются государством и законом. И выступит от его имени и поможет свои права отстоять. А если УК нерачительно относится к своему фонду и потребителям, юрист советует всерьез подумать о смене управляющей компании. Кстати, со слов соседки Майи Афанасьевны, представители администрации района сообщили, что капремонт дома на Никитина начнется в январе 25-го года. Жители очень надеются, что регулярный дождь в квартире заслуженного работника культуры прекратится гораздо раньше. И Майя Серебрякова сможет ночами спать спокойно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом в Краевом Минздраве рассказали, сколько жителей региона ежегодно сталкиваются с этим диагнозом, а также как можно вовремя заметить инсульт. Подробнее в нашем следующем сюжете. Ежегодный инсульт поражает порядка 8 тысяч жителей Алтайского края. Не все из них выживают, не все из них пожилые люди. Среди пациентов встречаются и 18-летние. Поэтому профилактика инсульта касается каждого. Ведь иногда человек может помочь сам себе заметить признаки острого состояния и вовремя вызвать скорую. Человек пытается улыбнуться, и у него одна половина лица, она опускается, не улыбается, не поднимается. Второе. Слабость в руке или в ноге. Как проверить? Нужно попросить человека поднять руки. Вот он их поднял, глаза закрыл, одна опускается, она слабее. Но это тоже может быть признаком инсульта. И третье. Нарушение речи. Он либо не говорит, либо у него дезортрия, когда он не выговаривает что-то. Он говорит, где-нибудь, и не выговаривает. Предугадать инсульт невозможно, но есть сигналы, которые должны озадачить. Если, конечно же, высокое давление, и оно постоянно. Это приводит к тому, что сосуды, стенка сосуда начинает изменяться. Высокий уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности. Это приводит к тому, что холестерин начинает откладываться в стенках сосудов. Нарушение ритма сердца. Это умерцательная ритмия. Восстановительный период после инсульта длится два года. Первичная реабилитация пациента начинается сразу, как только удается стабилизировать состояние. С больным занимаются реабилитологи, логопеды, психологи. Специалисты настаивают, не стоит заниматься самолечением после инсульта. Назначать себе курсы массажа, гимнастики. Все это обязательно должен контролировать врач. Как у нас всегда любят, после выписки, что нам надо делать? Нам надо делать массаж, если у нас поражены конечности. То есть у нас не работают, допустим, правые либо левые конечности. Но причина не в руке и в ноге. Причина в голове, в том, что пострадала ткань головного мозга. И надо знать, на какие группы мышц надо воздействовать, тонизируя их, а на какие, наоборот, расслаблять. И очень часто такие процедуры приводят только к тому, что возрастает спастика в конечностях. Самое главное правило, которое спасет жизнь при инсульте, сразу вызвать скорую помощь и попасть в так называемое терапевтическое окно. По статистике, только 10% пациентов удается привезти в больницу вовремя. А ведь первые пару часов после удара определяют дальнейшую жизнь пациента и успех дальнейшей реабилитации. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Жилищные, санитарно-оздоровительные, туристические и придорожные комплексы Республики Алтай претендуют на статус регионального значения. В правительстве прошло заседание инвестиционной комиссии. Какие проекты получили одобрение и в ближайшее время будут реализованы, расскажем далее. В Республике Алтай инициировано 40 инвестиционных проектов, в котором уже присвоен статус регионального значения. Они направлены на развитие ведущих отраслей экономики. Общий объем вложений до 2034 года составляет 141 миллиард рублей. На заседании в правительстве Республики рассмотрели ряд новых инвестпроектов, которые также могут получить статус регионального значения. Сегодня инвестиционной комиссией Республики Алтай были рассмотрены проекты общей стоимостью более 50 миллиардов рублей. Одобрены проекты строительства крупно-рекреационно-оздоровительного центра в поселке Известковый Майминского района и Глэмпинга в Чемальском районе. Рассмотрели и проекты, связанные со строительством современных жилых комплексов. Мы поддержали возведение жилья в Майминском районе, так как проект учитывает решения не только коммерческих, но и социальных задач. Так, одно из направлений строительства – 88 многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 8 этажей в Майминском районе. В жилом комплексе будет обеспечена необходимая социальная инфраструктура. Три детских сада на 870 детей, школа на 1350 обучающихся, поликлиника, а также торговый, бизнес и спортцентры. Весь проект разбит на небольшие кварталы, по 2-6 домов, всего 3-4 квартала. Каждый квартал будет обеспечен благоустройством. Общий объем инвестиций – 45 миллиардов 14 миллионов рублей. На заседании инвестиционной комиссии рассмотрели инициативы развития санаторно-оздоровительной и туристической сферы. Так, один из инвесторов презентовал проект на строительство оздоровительного комплекса, пятизвездочный гостиничный фонд, которого составит 204 номера. Бальнеологический курорт предусматривает под собой лечение заболеваний органов дыхания. Срок реализации проекта – 5,5 лет. 3,5 года мы думаем, что мы введем его в эксплуатацию постройки, потом просим 2 года в образное, это нам нужно, чтобы завести оборудование, мощности, подготовить штат сотрудников, которые будут выполнять именно уже как отельер. Мы будем брать собственных сотрудников с наших гостиниц, привозить сюда, будем брать местных, которые будем устраивать на работу, отвозить нам на обмены обязательно опытом, для того, чтобы достичь максимально, как мы хотим, пятизвездочный отель от пятизвездок. Всего комиссия рассмотрела 8 инициатив, 5 из которых были отозваны. Основной задачей членов комиссии прошедшего заседания стала поддержка только тех концепций, которые будут способствовать улучшению качества жизни жителей и развитию экономики региона. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком. Прикоснуться к профессии и определиться с выбором. Сегодня барнаульские школьники с ограниченными возможностями здоровья побывали на профориентационной встрече в пожарно-спасательной части. Как работает спецтехника огнеборцев и каждый ли может стать пожарным, расскажет моя коллега Мария Костылева. Слушается открытыми ртами. Спасатель рассказывает, как работает тяжелая техника в случае возгорания, что такое трехколенная выдвижная лестница, всасывающие рукава и бак с пенообразователем. Если мы подъехали, гореть с той стороны, допустим, возгорание, боевое развертывание производим с той стороны. Так проходит первая профориентационная практика в регионе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект хоть и пилотный, но по мнению организаторов очень даже перспективный. 14, 15, 16 лет. Основная задача сейчас, чтобы они получили навыки, умения, которые им пригодятся к 18 годам, когда они уже выйдут на рынок труда. Им очень важно быть востребованными на этом рынке труда и не проиграть конкуренцию здоровым сверстникам. Александр Костенко – психолог по образованию. Несмотря на инвалидность, мужчина работает в пожарной части уже более 10 лет. У нас программа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями в МЧС. И, собственно, я попал под эту программу. Приходится себя держать в тонусе, приходится это. А когда тебе никуда не нужно, ты расслабляешься, растекаешься, и тебе уже становится скучно жить. Кирилл Андреев в свои 14 с будущей профессией еще не определился, но встречей впечатлен. Впечатлила, наверное, сложность всей этой конструкции больше. Потому что столько надо успеть разгрузить, достать. На это нужно время. К этому надо приловчиться. Сегодня побывать в роли спасателя хоть и на несколько минут мог каждый желающий. Да и в целом инвалидность при трудоустройстве не порог. Работодатели и сами охотно идут навстречу таким соискателям. На сегодняшний день работодатель может получить возмещение затрат при трудоустройстве инвалида на возмещение заработной платы, а также при создании рабочего места для инвалида. Сегодня дети и их родители побывали на нескольких предприятиях Барнаула, чтобы каждый подумал, кем хочет стать, когда вырастет. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. У меня на этом все. Если у вас есть интересные, актуальные темы, звоните по телефону нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар – мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok